Волнуюсь, это мое первое большое выступление после рождения второй малышки. И да, сейчас я здесь, в шапке эксперта по личному бренду перед вами, но одна моя шапка там, за кулисами, которая все еще грудной младенец, вторая шапка здесь где-то в зале. Старшую дочь привели первый раз посмотреть на маму. И, наверное, те, кто из вас родители, меня сейчас понимают. Спасибо. Те, кто пока еще не поймут, но, наверное, точно у вас это рождает эмоцию. И как вы думаете, зачем я только что этим поделилась? Было ли это осознанной, может быть, наглой манипуляцией с моей стороны? А может быть, я просто поделилась тем, что чувствую сейчас? Но как минимум мы что-то поймали. И та единица контента, которую вы получили за эти минуту 30, если я не ошибаюсь, это то, что вы почувствовали. Про эмоции, про влияние контента, про то, что делать, если вам самим не очень откликаются инструменты, механики, какие-то вещи, которые вы не принимаете сердцем, мы будем говорить с вами сегодня. И мне бы хотелось, чтобы из моего выступления вы сделали главный глобальный вывод, что личный бренд не равен одно только личное продвижение, что личный бренд не равен один только Инстаграм, хотя он исключительно важен, и роль его нельзя недооценивать, что личный бренд это все-таки немного другое. И почему вам, как экспертам или их продюсерам, нужно заниматься ими здесь и сейчас. Вот что я хочу, чтобы вы не только поняли, но и почувствовали. Знаете, у меня еще и сложная сейчас роль вообще на этом мероприятии, потому что по законам драматургии я должна была бы вот прийти и такой бабой-ягой вот просто обнулить все, что вы услышали раньше, сказать, что все это не работает, перечеркнуть красным крестом. Но я не буду этого делать, потому что все, что вы слышали, и та изумительная панель, которую мы только что с вами слушали и внимали, все это имеет место быть. Но что делать, если, например, вы продюсер онлайн-школы, которая работает с онлайн-курсами по антиэйдж, и ваша аудитория — это 55+, они не читают Инстаграм и покупают совершенно иначе. Что делать, если основная ваша аудитория живет во Вконтакте, и там вы себя чувствуете вольготно, уверенно и соразмерно, и Инстаграм в принципе непонятный для вас инструмент, и больше всего вас пугает сейчас, как находить время, когда нужно зарабатывать и строить школу. Есть такое дело. Но есть и вещи, которые действительно наглядно, практично работают для того, чтобы с помощью вашего раскрученного имени, вашего личного бренда действительно продавать и привлекать больше. Это правда. И сейчас в России уникальная ситуация. У нас нет конкуренции человеков-брендов. Сегодня я вам это покажу. И я предлагаю вам на эти 25 минут, которые будет длиться мое выступление, максимально сосредоточиться и вложиться. Это будет уже вашей первой инвестицией в свой личный бренд, потому что он у вас уже есть. Хотите вы этого или нет? Вы уже человеке-бренды, потому что находитесь здесь. Потому что это не просто взять билеты на эту конференцию, прилететь, сесть в это красное кресло, оторвать себя от прекрасных красот реки, мзымтое любование на горы, а могли бы уехать, могли бы общаться и нетворчиться. Нет, вы здесь, вы инвестируете это время. И самое главное, что я хочу, чтобы вы понимали об инвестиции в себя. Вообще любая инвестиция начинается с этого. Это кто вы и что, собственно, за продукт имени себя вы хотите продвигать. Очень простое упражнение. Мы же договорились с вами использовать это время максимально качественно и эффективно. Пощупайте, пожалуйста, сейчас соседа справа и слева. Прямо пощупайте, да? Ну так, чтобы осознать себя в пространстве. Спасибо, так здорово, руки зашевелились. И сейчас на счет раз-два-три мы делаем очень простое и очень эффективное упражнение. Оно останется с вами, вы его увезете после конференции. Упражнение за 30 секунд. Рассказать о себе. Кто вы? Чем занимаетесь? Какой у вас бизнес? Ваш актив-пассив. Время пошло. 30, 29, только 30 секунд. 26, 25. Давай, давай. Соседу справа и слева 20. А я считаю дальше. И уже 18. Давай, давай. И у нас остается финальный 10. 10, 9, 8, 7. Три, 2, 1. Стоп. Пожалуйста, руку вверх те, у кого получилось. Кто смог за 30 секунд уложиться, рассказать, кто вы, что собой представляете, какой у вас бизнес, что вы ищете или что вы готовы дать. Замечательно. Это так называемый элевейтер-пич. Конечно, те из вас, кто давно занимается бизнесом, кто читает книги по бизнесу, знают этот феномен элевейтер-пич. Вы попадаете в лифт с миллионером, миллиардером, продюсером вашей будущей онлайн-школы. У вас всего 30 секунд на то, чтобы сказать, кто вы, что вам требуется и завязать контакт. Простая история. Однажды у меня была возможность сказать свой элевейтер-пич, правда, за 20 секунд президенту страны. Это же может быть не обязательно миллиардер или инвестор. Это может быть известный политик, селебрити, шоумен. И вот так я, работая тогда в бизнес-школе Сколково, действительно одной ногой ступила в лифт, двери закрылись, ФСО ахнуло, хотела блокировать весь лифт. Но, тем не менее, у меня были эти три этажа с Медведевым на тот момент президентом страны. Как вы думаете, воспользовалась ли я своим шансом? Да? Как вы думаете, что я ему предложила? Это было больше пяти лет назад. Я еще даже не думала о своей онлайн-школе. Я была корпоративным наемным менеджером. Я профукала эту возможность, друзья. Увы. И я не хочу, чтобы это случилось с вами. То, что мы сейчас сделали с вами только что, называется простым словом «дескриптор». В личном бренде это встречается очень часто. И самая важная штука – это кто вы одним словом и как вы можете назвать себя. Вчера мы записывали интервью с Машей Сладар для моего канала «Код популярности». И я спросила ее, Маш, наблюдая за развитием твоего личного бренда, я тоже слежу, мониторю, делаю выводы, я заметила интересную вещь. Пять лет назад ты говорила о том, что ты предприниматель, и это было первое в твоем дескрипторе. Два года назад ты поменяла на дескриптор «писатель». И так ты говорила о себе достаточно долго, а как ты называешь себя сейчас? Маша дала ответ, вы узнаете его из нашего интервью. Но это значит, что ваш дескриптор может меняться. И он может гулять от эксперт до вдохновитель, от писатель до автор с большой буквы. Делаем следующее упражнение. Может быть, кто-то заметит разницу. Видите, да? Найди 10 отличий. Да, исчезающий, появляющийся кружочек. Нет, друзья, вы не смейтесь. У нас, правда, всего 3 секунды, чтобы проделать тот же самый фокус. Соседу справа и слева. Раз, два, три, поехали. Три, два, один, все. Ваше время вышло. Три секунды. Похлопайте, как это сложно, друзья. Похлопайте тем из вас себе, у кого это получилось. Три секунды – это наш лимит времени на то, чтобы удержать внимание современного читателя, подписчика, потенциального клиента. Три секунды – это то, что вы читаете и видите в фиде в Инстаграм. Три секунды – это то, что цепляет ваше внимание по законам нейропсихологии в YouTube-канале. И это всего три секунды для того, чтобы донести вашу главную мысль – кто вы. И прямо сейчас подумайте, а как хорошо у вас вообще с дескрипторами. Вот стоит за кулисами Константин Бышевой. Потрясающий ведущий, аплодисменты ему. Рекламная пауза. Мой учитель, мой ментор, наставник. И на его примере, а также на примере Павла Гетельмана, которого мы все полюбили за эти дни, правда? Ярослава Самойлова, которого мы слышали вчера. Я хочу показать, что у этих ребят все отлично с дескриптором. Вы видите, да? Посмотрите, что они выносят вперед. И у Паши это изменилось после рождения дочери, кстати. На первом месте сейчас муж-отец. Да? Давай-давай-давай, подписываемся. И для Константина Бышевого важно вывести вперед, что он эксперт по оценке подготовки спикером. Преемственность наблюдайте, да? Номер два маркетолог в России, эксперт номер два. Учимся, да? Учимся у лучших. И у Ярослава Самойлова тоже все понятно. Психолог, эксперт в отношениях и чего точно не будет. Паша, спасибо за подпев. Мы не договаривались. Ребята, смотрите, как сделано у других. Важно, если вы не можете пока назвать себя одним словом. Или вы пока не утвердились, ну так скажем, в жанре, в котором работаете. Или вы до сих пор сомневаетесь, в чем вы эксперт. Смотрите на тех, кто вам нравится, за кем вы следите, кто уже есть в вашей нише и хорошо раскручен. Много говорили об этом. Вчера об этом тоже говорила Маша во время своего выступления. О том, что сейчас конкуренция увеличивается. И время платного трафика уменьшается. Скоро его не останется совсем. Сегодня вы услышали от меня несколько минут назад мысль, что в России нет конкуренции между человеками, брендами. То есть есть те, кто называют себя экспертами номер один. Есть те, кто может назвать себя экспертом номер два. Как говорил Михаил Кучмент, позавчера почетная бронза – это тоже бронза. Быть номером три – это тоже классно и здорово. Подумайте, какую цифру хотели бы иметь в своем брендинге вы, и почему для вас это важно. Ну что, техническая заминка, разбавляем аплодисментами. Ваше домашнее задание. То, что мы не будем делать сейчас, но то, что я хочу, чтобы у вас осталось конференции, можете записать это сейчас в заметке. Тоже очень простое и эффективное упражнение – загуглить себя. Посмотреть, что выдает Google, Яндекс на первой страничке. И главное, согласны ли вы с этим результатом? Есть ли там публикации с вашим именем по вашей теме? Есть ли там экспертные упоминания, где вы даете комментарии СМИ? Появляется ли там, может быть, ваша книга или ваши лид-магниты? Есть ли там ваш сайт, блог? А может быть, прямой переход на соцсети? Это все тоже точки касания грани личного бренда, и совершенно не обязательно первым номером должен вылезать Инстаграм. А что происходит, если там будет имя, фамилия вашего тезки? А может быть, прямого конкурента, который каким-то образом выползает за счет перекрестных ссылок вместо вашего имени? Подумайте над этим. Просто проведите этот эксперимент и подумайте, что вы будете делать с этим дальше. Лобковский 1. Поднимите, пожалуйста, руку, кто в жанре психологии работает, кто занимается отношениями, психологией, кто называет себя психологом, коучи, врачи. Пожалуйста, тоже добавляйтесь, как смежные сферы. И вот у меня, например, на курсах в нашей школе учится очень много психологов-коучи. Спасибо, всех увидела. И часто они мне говорят, а что делать? Да, вот Лобковский 1. Софья тоже психолог, тоже выпускница нашего курса. Лобковский 1. И у него консультация стоит 81 тысячу рублей. Это в 27 раз больше, чем зарабатывает обычный психолог. Ну, среднестатистическая цена по России. Но смотрите, у Софьи тоже все хорошо. Да, она зарабатывает в 5 раз больше, чем среднестатистическая стоимость консультации психолога. Почему? Потому что уже есть инвестиция. У нее есть уже не первый пяток, десяток публикаций в СМИ. Она пишет книгу, она выступает, у нее есть записи на ТВ. Понятно, как это работает. Да, непонятно, как, правда? Непонятно, что нужно сделать. С чего начать, если вы пока сомневаетесь, нужен ли вам вообще миллион подписчиков в Инстаграм. Если вы сомневаетесь, хотите ли вы иметь первым дескриптором блогера, это тоже профессия, но вряд ли это вы. Что делать, если вы сомневаетесь, что первичнее вклад в личный бренд или в развитие своей онлайн-школы? Это совершенно нормально, друзья. И я пришла сюда, на эту сцену, не для того, чтобы сказать, засуньте себе свои сомнения в тексты или в уникальный контент. Я пришла для того, чтобы показать, как вы можете, вот прямо здесь и сейчас, уехав с этой конференции, начать по шагам делать то, что можете делать сейчас. И то, что нельзя не делать, потому что, увы, если этого не делать еще месяц, шесть месяцев, год, два, то, увы, мы будем сильно отставать, потому что уже другие делают. И знаете, такое чувство глубокой обиды берет, когда вот знаешь же этого эксперта, может быть, конкурента своего, похожего в онлайн-школу, и понимаешь, да тут же по сравнению со мной, ну, прям такой фейк, да? У кого есть такое чувство или, по крайней мере, оно возникает? Или когда вы смотрите на других и вообще не понимаете, а как у них получилось, откуда вообще эти горы подписчиков, если даже это гивы и какие-то проверенные механики? А я хочу, чтобы вы приосанились, чтобы вы расправили эти крылья у себя за спиной, потому что есть у вас уже все. И личный бренд, и имя, и экспертность, и популярность. И вы можете и сможете продавать благодаря имени. Просто нужно этим заниматься осознанно, чтобы личный бренд не управлял вами. Вы знаете, много лет я начинала похожие выступления словами о высоком. Я приводила в пример купцов Елисеевых, Третьяковых, Прохоровых. Я говорила и вспоминала о том, как они строили свои великие проекты, инвестировали, про российское предпринимательство XIX века. Сегодня Сергей очень классно рассказывал, помните, да, его слова, про то, что, ребят, мы опыляем мир, мы вообще меняем его, у вас миссия, у вас дело жизни, у вас наследие, у вас то, что вы оставите детям. В какой-то момент я поняла, что вот эта история вся про Прохоровых, Елисеевых, про большую миссию, про меценатство, она чаще аудиторию расстраивает, чем вдохновляет. Есть такое чувство? Вам как откликается? Ну, есть, правда? И часто вот эти истории о великом, знаете, нас так как-то неприятно заземляют, потому что мы понимаем, ну, я сейчас не про это. И миссия – это, конечно, хорошо, но кушать хочется, зарабатывать надо, и хочется какие-то вот конкретные, очень практичные, аппликабельные действия со стороны своего собственного ресурса и бренда. И тогда я поняла, что больше я не буду об этом говорить, ну, или буду говорить потом когда-нибудь, что каждый сам до этого дойдет, а нужна очень понятная, точечная вещь, которую вы можете сделать сейчас. Почему о Третьяковых, Прохоровых, Елисеевых мы говорим до сих пор? Потому что у них все хорошо было еще тогда с позиционированием и с распространением информации о себе. Они работали над тем, что о них говорят и как много о них говорят, да, что мы считаем личным брендом, но так, чтобы мы понимали в обе стороны. Это репутация на охват. Часто мы делаем большую ошибку, когда работаем только над своей экспертностью, но не увеличиваем охват. Никак. Или другая ошибка, когда только охват и только продвижение, но никак не прокачиваем свою экспертность и то, что называется репутацией. Как их избежать, да, и что, если мы пока не про Прохоровых и Третьяковых, мы пока про свой маленький аккаунт, и пусть у вас тысяча подписчиков, пять тысяч подписчиков. Вчера вы слышали от Маши про круги Фрэнка Керна о том, что с двух тысяч вы перемещаетесь потом на уровень пяти тысяч, потом на уровень десяти тысяч, потом растете до ста, миллиона, да, и ни один из уровней не нужно пропустить. А что, если вам это не надо? Что, если вы не хотите расти до миллиона или делать коллаборации с Бузовой и Самойловой? Может же быть такое? Что, если вам окей и комфортно в своих тысячах или десяти тысячах подписчиков? Это нормально, ребят. Мы нормальные. И тоже можно классно и успешно продавать. Открытие предыдущей недели. Мы приехали в Сочи. У нас внизу в подъезде открыли Ёж-бар. Нежный ЗОЖ, как они себя называют. Кафе здоровой еды. Хозяйка, нутрициолог, диетолог. Вообще ничего не слышала ни про акселератор онлайн-школ, ни про онлайн-продвижение. Обратите внимание, 1880 подписчиков. Объявляет платный марафон. Из ее неполных двух тысяч фолловеров подписываются 200 человек. Платят по две тысячи. Полмиллиона у нее в кармане. Не нужно быть блогером-миллионником для того, чтобы заработать полмиллиона рублей прямо здесь и сейчас. И это история, которая работает. Это означает, что вы можете быть микроинфлюенсером для своих двух тысяч людей. Я сейчас такие крамольные вещи говорю, то, что вы не слышали сейчас в предыдущие дни. Но, тем не менее, иметь свои доходы. И если вы по какой-то причине сейчас не готовы вкладывать в конкретно зарабатывание миллионов на подписчиках, то это тоже нормально. Вы можете сделать это другими способами. Давайте смотреть, какими. Еще несколько лет назад я называла вот эту историю грани или точки касания личного бренда октайдром популярного автора. Вот в моей книге «Как стать популярным автором», грани успешного эксперта, там их восемь. Представляете, всего пару лет назад. И как все изменилось, как все выросло. Сейчас их минимум 12. И это еще не все. Это еще тренды, бренды, френды. Это то, о чем мы будем говорить на неделе предпринимательства и на писательском кемпе. И это до сих пор работает, друзья. Омниканальность, говорил Михаил Кучмент вчера в своей истории. Мультиконтентность, говорит вам Катя Иноземцева сегодня. Кто был на портале акселератора? Кто читал тексты акселератора, смотрел видео, интервью Сергея, Димы? Что, так мало человек, что ли? Не поверю. Вам, наверное, просто лень поднимать руки. Ну-ка, давайте две поднимать. Я просто хочу убедиться, что они у вас до сих пор работают. Что вы не здесь и сейчас. Что они делают? Да, гениально. Портал. Выходит видео, транскрибируется, дальше размещается на сайт. Вы прям себе наматываете или помечаете. Вы же будете это делать. Это рабочая стратегия контента. Потому что на вопрос, откуда я выдумываю что-то еще? Я вам отвечаю. А вот откуда. Вы это транскрибируете, делаете из этого статью, размещаете на сайт. Переписываете ее чуть-чуть под издание, отправляете в СМИ. Размещаете короткий фид в своем телеграм-канале. И еще отправляете в email рассылку с соответствующими изменениями. Очень простая работа. Редакторская. Вы можете для этого не обязательно даже брать сотрудника или ассистента, а бота. Очень много сейчас сервисов. Специально не буду рекламировать. Посмотрите сами. Которые могут это за очень минимальные деньги делать за вас. Да, совершенно не нужно для этого набирать СММщика, редактора, копирайтера, боже упаси, да, или остановиться в эти туфли самому. Email рассылка. Вы скажете мне, ууу, ну это какой-то олдскул, это до сих пор не работает. Я скажу вам, а как работают школы? Ольги Валяевой, женская психология. Дениса Терентьева, сыроедение, да, номер один. 80% они продают сейчас по email рассылке. Почему? Потому что их аудитория живет там. Это может быть суровая правда, потому что ваша аудитория тоже может жить в том канале, в котором вы, ну может быть, даже не ожидали ее увидеть. В каждом из них живет разная аудитория. Блог, YouTube канал. Почему сейчас и Петя Осипов, и Маша Саладар заводят и перезаводят, снова возобновляют свой блог, свой YouTube канал. Почему такой же YouTube канал начала Катя Иноземцева год назад? Потому что это выгодно, потому что в YouTube сейчас нужно инвестировать, потому что там живет и водится та аудитория, которая не заходила туда раньше. То же самое можно сказать о мессенджерах. Вы возражаете мне, ну окей, Telegram снова закроют, будут еще какие-то санкции. Я скажу вам, что пока там эта аудитория есть, даже если это немного, даже если у вас несколько сотен подписчиков, в вашем канале Telegram, несколько тысяч подписчиков, может быть, десяток тысяч, вы все равно можете там продавать, потому что есть люди, которые читают только Telegram. И особенно, если вы работаете с поколением X, то есть рожденными между 75 и 85 годом, не с миллениалами, которые, соответственно, после 85 года, то это особенно для них актуально, потому что их на картинке Инстаграма, как правило, не купишь. Для них история с форматами, модными образами, позами вообще не важна. А что им важно? Что им важно? Смысл. Что еще? Польза. Да. Что еще? Им важны сертификаты, грамоты, тот самый стол с зеленым сукном, ну условно, на котором они видят, за которым они видят сидящего эксперта. Им важна экспертность, им важны смыслы, ценности, знания, это те люди, которые до сих пор ценят дипломы, грамоты, а также принадлежность к каким-то кругам, премиям и сообществам. Это тоже нормально, вы просто должны об этом знать. Американцы говорят, know your customer. Дима Юрченко очень любит повторять это резидентом акселератора. И действительно, знать своего клиента ультра важно, где он водится, как он спит, с кем он спит, почему он спит или не спит, и где он бодрствует. Может быть, он совершенно не живет в Инстаграме, это нормально. Может быть, он наоборот, смотрит Ютуб или читает Телеграм. А может быть, вы, зайдя в Телеграм, зацепите совершенно другого человека, того, который даже не подозревал, что может быть вашим клиентом. Хочу сказать пару слов про публичные выступления. Костя, я вижу, оживился и заулыбался мне. Скажите, пожалуйста, кто из вас выступает? Напомню, слушайте, как много. И это мы не про вебинары, да? Мы, в принципе, про выступления. Супер! Выступайте! Выступайте, инвестируйте туда, потому что живой контакт это самая теплая, горячая, горяченная, вулканическая точка взаимодействия с вашим клиентом или, по крайней мере, с амбассадором вашего бренда. Себе же хлопаем! Себе же хлопаем! Так, друзья, мой чит-код на эту тему прокачивайте. За последний год я, даже будучи беременной и кормящей мамашей, отзанималась с менторингом Костя Бышевого. Я занималась дикцией, техникой речи, хотя, в общем, не могу пожаловаться, что у меня были какие-то, ну, такие серьезные проблемы с этим раньше. И за пять минут до выхода я делала за сценой странные звуки. Кусала несуществующее яблоко, чтобы быть перед вами размятой, потому что это мое уважение к аудитории. Я хочу, чтобы вы четко слышали, что я доношу, чтобы вы понимали, какую эмоцию я ношу. И для того, чтобы вы считывали меня эмоционально, я тоже помахала руками и ногами, поприседала, но вы можете выбрать любое упражнение, которое разогревает вас и подготавливает к выступлению так, чтобы публика вас чувствовала. Собственные мероприятия. Аксель потратил чертову уйму денег, времени, ресурсов, нервов вот этих замечательных людей, которые сейчас вот так вот в буражках стоят и слушают меня. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. На то, чтобы мы здесь сегодня встретились с вами. Как вы думаете, они сумасшедшие? Юрченко капустит, это я про вас говорю. Им делать нечего со своим основным продуктом? Им заняться нечем, может быть. Почему они все это вешают на себя? Эго они что ли свое тешат? Думаю, что нет. Имея опыт Вот выступление перед 30-тысячной аудиторией в Олимпийском. Потому что ваше мероприятие делает из вас автоматически эксперта, лидера рынка, пионера. Потому что если вы делаете такое мероприятие, это значит, вам есть что собирать. Даже если это мероприятие не на тысячу человек, не на сто человек, а просто на 10, на 20 тысяч, на 20 тысяч, да, но сначала человек. Если это ваш мастер-майнд, который вы организуете как эксперт, это автоматически подтверждает, что у вас эта экспертность есть, что о вас говорят, и у вас появляются амбассадоры вашего личного бренда. Те, кто потом понесут, будут об этом рассказывать, говорить и включать в ваш сарафан. Подкасты – очень интересная вещь. Вы знаете, кто первый в России по числу прослушиваний подкастов о бизнесе? Как вы думаете? А? Гондопас? Почти, он третий. Первая – «Бизнес-молодость», вторая – «Таисия Кудашкина» веб-сарафан. Миллион прослушиваний за прошлый год. Миллион, друзья, миллион человек слушали «Таисию Кудашкина» веб-сарафан. Кто его не знает? Вы не знаете его? Вы невнимательно меня слушали, да? Подкасты – очень интересная штука. И самое главное, что записывая YouTube-интервью, видео, вы можете это транскрибировать и выкладывать. То есть это история про мультиконтентность. Вы делаете одно точечное действие, но вы потом его дистрибутируете в разные каналы. Это правда не так сложно, как вам кажется. Достаточно взять руки, которые могут это сделать за вас. Достаточно оставаться самому экспертом и наслаждаться. Вот такое слово я скажу своей экспертностью, потому что вы все равно это делаете. Аналогично с вебинарами и прямыми эфирами. Вы все равно будете это делать. Так учат в акселераторе. Ну куда мы без вебинаров, автовебинаров и прямых эфиров. А тем не менее из них можно потом сохранять видео, их можно выкладывать на тот же YouTube, их можно транскрибировать. И потом. О, не гениальная мысль. Но возможно она вам запомнится, и именно ее вы вынесете как ключевую с этой конференции. Из этого можно сложить книгу. У кого есть экспертная книга сейчас, друзья? Своя экспертная книга? Увы, я вижу не так много рук. Будучи самой большой сейчас площадкой в России, мы в Free Public School выпускаем больше всего сейчас экспертных книг. К нам приходят эксперты, человеки-бренды, которые пишут книгу с нами и выпускают ее, и становятся бестселлерами. Вот на писательском кемпе вы увидите, там прямо у нас будет ярмарка, выставка авторов бестселлеров. И я говорю, друзья, книгу сейчас написать очень легко, гораздо проще, легче, дешевле, быстрее, чем раньше. Вы можете сложить из того контента, который уже делаете, транскрибировать это, и путем нехитрых, да, помните, брюки превращаются в шорты, брюки превращаются в шорты. Без заедания и молнии сделать это достаточно быстро. Брюки превратятся в шорты, и реально написать книгу с 90 дней, как пишут с нами, сделать ее профессионально, четко, слаженно. И я вам скажу, что очень много экспертов сейчас вообще не делают это ручкой. У них вот в прямом смысле рука ручку не держит. Паша, Павел Кочкин, Гил Петерсилл, они вообще никогда не пишут, да, они, так сказать, работники аудиального жанра, они ее наговаривают. Это абсолютно реально, вы можете делать то же самое. Или, например, статьи в СМИ. Тоже отправить статью в СМИ очень просто. Как правило, мы этого не делаем, потому что мы думаем сразу об Эвересте, Форбс, Инкраша, Ведомости. Но есть гораздо более приземленные издания, такие доступные на расстоянии вытянутой руки. Онлайн-порталы в вашей теме, в вашей сфере, публикация на которых автоматически добавляют к вашему дескриптору очень крутое слово. Какое? Ну, эксперт, да, это вы будете в дескрипторе писать. Но, например, автор колонки, колумнист. Или публикуется в таких-то изданиях, или автор таких-то публикаций. Это круто. Вот на что у Иксы будут обращать внимание. Вот почему они будут вас покупать. Потому что одно дело просто психолог, одно дело психолог, который публикуется в СМИ и получающий оттуда клиентов, как та София Судим, про которую я рассказывала. История про мультиконтентность работает еще и потому, что потом она превращается в классный снежный ком, который действительно работает на вас. Давайте пойдем в конкретные инструменты, чтобы они остались у вас. Вот это реальный график, как росла моя популярность, как мы росли с Free Publistic School от ноу-медиа-выхода до первой статьи «Вжить интересно». Да, не в самом многочисленном портале. Тогда статью мы читали, по-моему, две тысячи человек. И мы имели с нее покупки. Это были люди, которые приходили и покупали потом наши первые продукты, онлайн-продукты «Марафон осознанности». Потом появилась колонка Forbes, уже потом статьи, мое выступление на TEDx, появилась экспертная книга, приглашение, уже интервью Forbes со мной сделал и так далее. Вот жалко, я здесь не проставила доходы. Было бы здорово еще, чтобы вы посмотрели на доходы, как они росли. И у вас появляется одна точка касания, к вам приходят дальше. Вы скажете мне, ну о чем я сейчас могу писать? Да, у меня есть своя экспертность, но тоже непонятно. Если я, может быть, ее только наращиваю. Ко мне вчера подходила участница конференции, говорила, я вот пока что только еще учусь, получаю свой диплом, и как-то я себя некомфортно чувствую в этой шкуре. Я уже вроде как могу говорить, но пока еще не хочу. Не дает мне вот этот внутренний мой синдром самозванки, мой внутренний таракан. Я говорю ей, окей, но делись не из шапки эксперта сейчас, не надо называть себя вселенским гуру. Ты можешь просто рассказывать о теме, которая тебя лично волнует. И с позиции активиста писать о своих находках, постепенно добираясь до авторитета, и потом уже самой веря в свой авторитет и обладая тем контентом, экспертным контентом, который ты наработала здесь и сейчас. Смотрите, история про публичность и открытость. Кого пугает, что нужно вот прям снять с себя платье, верхнюю юбку и сделать душевный стриптиз? Кого это пугает? Да, вот с ростом популярности, публичности. Что, трех человек только? Отцы-основатели, у вас потрясающая аудитория. Эта аудитория ничего не боится. Артемий Лебедев долго скрывал, что стал отцом в десятый раз. Ирена Понарошку скрывала беременность 8 месяцев до своего публичного выхода в шоу Урганта. Это нормально. Если вы не хотите рассказывать о чем-то, не рассказывайте, это ваше право. Как было у меня раньше, мой инстаграм два года назад стало. Другого рода фотографии, но я сейчас скажу еще про позы, медиа-образ и так далее. Другого рода люди, с которыми я появляюсь, потому что причастность к сильному бренду, это, кстати, великий Чалдини, который первый об этом сказал, автор психологии влияния, играет. И важно, какой медиа-образ вы выбираете. Вот падра. Здесь можно было найти другую фотографию, где этот чувак лысый. Но, в принципе, этот образ действительно запоминаем. Вы можете с ним соглашаться, вы можете не соглашаться, вы можете его критиковать. Но, тем не менее, этот образ, в том числе, приносят лиды, подписки и людей, которые следят за этим странным чуваком. Очень классная штука. Тоже фотографируйте, записывайте. Это автосообщение в директе. Когда ко мне добавляется новый подписчик, они получают вот такое сообщение. Более того, мы добавляем туда лид-магнит, который они получают. И если вы добавитесь ко мне ей наземка, то вы увидите, как эта механика работает. Вы можете ее использовать и отправлять. Есть там лимит сообщений, но он достаточно высокий, несколько сотен. Вот эти сервисы дают возможность ее попробовать и делать. Прямо воспользуйтесь. Сделайте этот первый шаг. Сразу после конференции у вас уже начнется рост. У вас уже начнется конкретика вовлечения и во взаимодействии с вашими людьми. Понятно, что потом вы можете при росте вашего отдела продаж, как рассказывал Алексей Стрельцов, сделать это командой специально обученных сотрудников, которые отвечают за вас, переписываются по скриптам и все-таки не остаются при этом равнодушными роботами. Вот такие лид-магниты мы цепляем, выясняя предварительный интерес, то есть что волнует человека. Он хочет написать книгу, он заинтересовался моим аккаунтом, потому что статью мою прочитал, он просто хочет услышать, как это быть счастливой женой, матерью и бизнес-вумен. И вы можете с помощью этих лид-магнитов раскапывать, раскачивать и дальше заводить в свою автоворонку. Про автоворонки тоже все понимают, знают и работают. Как это работает на самом деле? Дмитрий Бакбардин. Смотрите, он собрал имейл-базу на 1800 человек. Может быть у вас тоже сейчас примерно около этих цифр. И отправлял им беспланно электронную версию своей книги. Вот, эта книга, небольшая, всего 80 страниц. Так он собрал 20 участников на курс, который стоит 80 тысяч рублей без рекламы, просто благодаря этому лид-магниту. Вот с помощью этой механики. Классно? Имейл-рассылка на 1800 человек. Друзья, не надо быть блогером-миллионщиком. И у него все хорошо, он прекрасно себя чувствует. Ирина Синельникова полмиллиона рублей заработала после трех статей в СМИ. Причем посмотрите, что это за площадка. Organic Woman и Russian Fashion Now. Кто читает Organic Woman и Russian Fashion? Ну, немного, прямо скажем, людей. Не Forbes, не ведомости, но работает. Работает и сделать это несложно. Просто пишите и отправляйте, потому что СМИ сейчас нужен этот контент. Они сами ищут экспертов. Кстати, как и телевидение, потому что их базы данных выдохлись. Они ищут новых людей и новые смыслы. Евгения Попова, эксперт по подбору удаленных сотрудников. Снежный ком, про который я вам рассказывала. Две публикации в профильных журналах. После этого к ней само пришло телевидение. Ее попросили написать книгу. Она выступает, дает эфир на РБК. Эта история может быть и вашей, друзья. Просто вы можете выбрать канал, который больше всего вам откликается. Подумайте, вот здесь и сейчас, первое, но у ее кастома, да, где живет ваш клиент, где он водится сейчас. Может быть, это совсем не Инстаграм и не Ютуб. Во что вы будете инвестировать? Второе, как вы можете раздробить свой контент и сеять его, касаться вашей новой аудитории в других каналах. Пусть даже это будет какие-то 10, 20, потом 100 и 1000 подписчиков. Книга. Почему все эти уважаемые люди вдруг издали свою книгу? От Портнягина до Саладара, от Осипова до Митрошиной. Почему? Почему книга сейчас очень важный инструмент эксперта? Доверие. Еще. Ну да, потому что все равно хочется развиртуализироваться. Здорово смотреть в Инстаграме и классно, но книга у вас в твердой обложке, это совершенно другая история. Это, знаете, такой, как орден на лацкане. Есть книга, есть эксперт, все. Особенно, если это аудитория, которая старше миллениалов, особенно, если это аудитория, которая родилась раньше 75-го года. Потому что доверие выше, потому что хочется подержать, пощупать, почитать, переложить, потому что есть книга, есть эксперт. Запомните эту фразу. И более того, ваша книга уже есть в вас. Вы можете ее написать из того контента, который уже есть у вас в ваших постах в Инстаграм, в ваших YouTube-роликах, просто транскрибировав их и доработав. Вы можете написать книгу и при этом не терять во времени, в качестве и в том, что вы занимаетесь, сейчас развивая свою онлайн-школу. Как здорово! Да, вот идеально желаемый результат работы над личным брендом. Я всегда за конкретику, за статистику. Да, мне очень нравятся эти вопросы, они красиво звучат. Вы первое имя, которое возникает в головах людей, вокруг вас большая лояльная аудитория, вы сами регулируете спрос, повышаете, как Лапковские. Но я хочу, чтобы вы это знали в цифрах. Вот ваше домашнее задание – это написать себе, какую аудиторию вы реально хотите. Это миллион подписчиков, 100 тысяч, 10 тысяч. Вот с кем вы окей, где ваш уровень нормы? Сколько вы хотите зарабатывать благодаря раскрученному имени или благодаря платному трафику? Вот прям пропишите себе эти цифры. Это очень полезное упражнение. И вы тогда останетесь честными с самим собой. А также тот контент, который вы готовы выкладывать или не готовы выкладывать. То, на что у вас будет табу или не будет табу.